Всем привет! С вами Андрей Уваров. Я обещал вам классный лимитед. Вот классный лимитед. Винтажный куб снова в Magic Online. И, пускай я больше не играю Constructed в Мадо, но я, безусловно, буду играть лимитед, тем более такой отличный. Что у нас тут есть? Что вообще есть в винтажном кубе? В винтажном кубе есть карты легальные винтаже, то есть, включая знаменитый Power9 и некоторые другие карты, которые забанены где-либо еще. В этом бустере, однако, у нас нет Power9. У нас есть несколько неплохих синих карт. Синий цвет в целом один из лучших в кубе. У нас есть Эферий, неплохой Плэнс Вокер, но хороших карт за 5 маны тут много. Treasure Cruise тоже такой хороший адвантаж, который, ну, в общем, сами знаете, какой он сильный. И Watery Grave. Дуалка, которая фиксит либо Fumarolo, но, пожалуй, Watery Grave поинтереснее будет. Наверное, из этого бустера я предпочту взять Watery Grave. Вообще, в кубах есть такой принцип, что, скажем, уровень карт сила очень высока. То есть, допустим, посмотрим даже на этот бустер, пускай он даже и средненький. Но, тем не менее, здесь каждая карта крутая, допустим. Jetta, крутая карта. Language, раз в год. Хорошие карты против существ. Hanger Buckwalker, напротив, хорошее существо. Green Sun Zinit, сильная зеленая карта. Massacre Wurm, отличный парень в реанимацию. Flampton Cow, отличное, ну, базово, честое существо. И так далее. Frantic Search, High Tide, сильные карты в комбо. То есть, скажем, сильные карты присутствуют. И если нам не нужно собирать какую-то специфическую стратегию, в которой прям каждая особенная карта на счету, как, например, Шторм, которому вообще нужно все. Если мы собираем что-то более разумное, то в целом мы можем уделять большее внимание землям, потому что сильные карты у нас будут. А вот, что называется, сильные карты у нас будут. Но нам еще нужно, чтобы суметь их покастить. И поэтому нам важно брать Mana Fixing и Mana Разгон. В данном случае мы взяли Watery Grave, потом Azoria Signet. У нас такой хороший синий старт. И из этого бустера мы вполне спокойно берем Cryptic команду. Здесь есть Glory Bringer. В принципе, он неплох, поскольку в этом кубе, естественно, много Planeswalkers. И очень часто колоды строятся по принципу на разгон в Planeswalkers. То есть, скажем, какой-нибудь Мокс, Солринг, Сигнетка, а потом просто Волкер, Волкер, Волкер. И адвантажем выигрывают. Соответственно, Glory Bringer с хостой он может атаковать, съесть какого-нибудь Волкера, на следующий ход съесть еще Волкер и как-то выправить ситуацию. Но, тем не менее, Cryptic команда лучше, она нам в цвет. Это сильный, очень гибкий спелл. Также из этого бустера я бы рассматривал Verted Catacomb, потому что это фечка, которую ищет Watery Grave. Но когда у нас есть, очевидно, хорошая карта, то зачем нам что-то придумывать? Окей, в этом бустере у нас есть уже более такой серьезный выбор. То есть мы можем играть сейфово и взять что-нибудь типа Fatal Push, но это уж будет супер сейфово и, скорее всего, ошибочно. Мы можем взять Mind's Desire, потому что это сильный такой штормовой спелл. И попытаться посмотреть в эту сторону. Мы можем взять что-то из этих трех мификов. Рен, понятно, у нас совсем не в цвета, но, разумеется, у нас тут какой-то, может быть, старт или 4C контроля. Лилиана базово неплохая, но не то, что хочется в колоде с контерспеллами иметь, как вы догадываетесь. Ну и Красис, в принципе, неплох. Ну и не то, чтобы суперкрут. Пожалуй, я возьму здесь Mind's Desire. Это самая сильная карта этого бустера. Мы не особо пожалеем, если нам не дадут там Рены или Лилиану и так далее. Ну, Mind's Desire может быть уникальной картой. И теперь у нас есть опция. Можем взять Кабал Ритуал и так присмотреться в сторону шторма. Либо мы можем взять какой-то средний руки финишер, типа Ангела, Грейп Титана. Можем взять Финдикейт. Можем взять еще Сигнетку. И я, пожалуй, более всего склоняюсь к тому, чтобы взять с этого бустера Сигнет, потому что, ну, Кабал Ритуал это уже такой сильный шаг в сторону шторма, а шторм далеко не самая сильная колода в этом формате. Тогда как, ну, с Сигнет их сложно прогадать. Она всегда в тему. Окей, здесь у нас пока нет чего-то супер выдающегося. Можем взять Шэмблин Вент, чтобы зафиксировать возможность сплэшить белый цвет, если он нам понадобится. Можем взять Найтс Виспер, как, ну, просто такой подровать 2 за 2. Можем взять Лановарца, в принципе, но Лановарец плохо сочетается за всеми нашими предыдущими пиками. То есть это хорошая карта, хороший архетип. Моногрин, он силен. Но, возможно, несколько не то, что мы тут хотели. Можем взять МОУД, но брать МОУД до фиксинга у нас нет настроения. Ну, окей. Немножко бустера сужаются. Видимо, люди вокруг нас тоже заинтересовались синим цветом, поэтому нам придется как-то выходить из этой ситуации. Тут нет особо выдающихся карт. Есть ботинки, есть Империал Рекрутер, который заходит в комбу на Кики-Джики. Есть Мизмерик Финд. Пожалуй, мы возьмем здесь Мизмерик Финда. Он, ну, в общем-то, не вот прям супер силен, но, что называется, по крайней мере, если мы будем играть с комбой, то это какой-то экшен. Такой дискард-эффект может быть полезен. Окей, тут у нас есть на выбор Гонти или Сауэр, как такие честные четвертые дропы. Вряд ли мы пока смотрим в сторону Гидеона или Бримаза. Или Феникса тоже честные неплохие карты, но я думаю, мы лучше возьмем что-то черное или синее в данном случае. Сауэр даже лучше синее, чем черное, чтобы пока у нас был надежда один цвет. Ну и есть Бьюрит Алайф в какие-то комбо-дела, но... Окей, здесь можем взять Ленвалу, как некий Хейт, но на самом деле здесь нет особо каких-то закруток через активации обилок существ, поэтому вряд ли она нам поможет, но разве что Урза появился в кубе. Все знают, можно взять Ленвалу ради Сайда, можно взять Лентакс, как тоже такой спелл, можно взять Консилд Кортьярд, чтобы наш цвет был... Чтобы у нас надежный был белый сплэш, пускай даже у нас пока и черного нет, условно нет, и белого нет, но все равно, если мы найдем что-то хорошее белое, это у нас гарантированно будет. Окей, есть Червяк, есть Ленгвиш, есть Джета, либо Палатин. Давайте о нем Червяка, это, пожалуй, сильнейшая карта из представленных. Здесь мы возьмем Биомансера, здесь... можем подрезать Деволтит Друида. Ну, в конце концов, раз уж у нас так представлен белый цвет хорошо, то, думаю, нет причин не брать этого ангела. Так что да, у нас пока колода выходит несколько такой честной направленности, но у нас есть, в принципе, уже неплохой старт по мане, есть хороший Криптик, есть какие-то меры против чужих существ, в принципе, против нечестности у нас есть Мезмерик Финт пока, так что... Ну, пока у нас такая сбалансированная колода. Ничего поломного, но и стыдиться тоже нечего, и вот, пожалуйста, есть Консекретед Сфинкс, такой вот... что называется... эталон честных финишеров, то есть он... Если мы его поставили и защитили, то с высокой вероятностью мы выигрываем игру, ну, если мы сами не умерли. Еще здесь есть Монаволт. First for Knowledge. Ну, то есть, скорее всего, здесь выбор между Сфинксом и Монавольтом. Вообще, я думаю, что Сфинкс все-таки чуть более уникальный эффект, хотя Монавольт тоже крутой, но... Нет, это может быть ошибкой отдавать Монавольт. С другой стороны, у нас довольно насыщенные цветовые косты, поэтому не факт, что мы всегда сможем эту бесцветную ману полезно употребить. Ну, в общем, не знаю, то мы возьмем здесь Сфинкса, может быть, это и неправильно, неправильно, но склонимся к этому. Такие, здесь у нас есть ряд интересных опций, даже немало. Есть еще одна сигнета, есть Фонтан, есть Шейс, есть Гимн. Это то, что в первую очередь, скажем, вот мы были бы просто взять из пака, если бы он был пустой, но также здесь есть Шелдритэль и Шнорн, есть Артизан, есть Тайм Спираль, есть Шиноби, в общем, довольно много здесь карт, которые нас интересуют, и вопрос в том, что же нас интересует больше всего. На самом деле, мы не факт, что... То есть, если нам придется играть белым цветом, то у нас уже есть четыре его источника, ну, условно, бесплатных. поэтому мы можем пока отсечь Фонтан в том смысле и вот эту сигнетку, в том плане, что, ну да, окей, мы бы хотели манну базу еще лучше, но... как бы, пока нам белый цвет не вот прям супер нужен, и в таком контексте я словен к тому, чтобы взять Джейса, потому что... Ну, Джейс и Гимн, скажем, Джейс хорош всегда, а Гимн хорош на ранних ходах, и... обе карты стоят две маны, поэтому... Гимн к тому же требует более надежной монобазы, чем Джейс, в общем, возьмем Джейса. Здесь у нас тоже есть несколько неплохих карт. Есть Уген, который, безусловно, суперкрутой, если особенность его поставить быстро. есть Пондер, есть Глен Олендера. Глен Олендера это очень сильный эффект против тоже всяких нечестных дек. Ну, я думаю, в данном случае возьмем более дешевую карту, а именно Пондер у нас есть, скажем, Джейс, и поэтому нам важно иметь какое-то количество спелов, которые мы можем флешбекать. Здесь у нас есть выбор между Ревеляцией, Лилианой и Карном. Ну, как я говорил, карт за 5 маны таких вот просто базово хороших плейнсвокеров или существ найти не суперсложно. У нас уже есть Сфинкс в этот слот. И не то, чтобы нам в этом слоте нужно было бы очень много карт, там 3, может быть, это уже и много. Поэтому Карн, с другой стороны, более интересен, но, опять же, для Карна вот Монавольт стоило бы подобрать, потому что Карн, он такой более весомый, товарищ, скажем так. И не факт, что мы сможем кастить его достаточно быстро. Я склонен здесь взять, наверное, Ревеляцию, потому что Ревеляция позволяет нам играть с... то есть мы можем оставаться на Контерспеле, если, понятно, ничего не сделал, мы покастили Ревеляцию, потом, если что, Джейс ее флэшбекает. В общем, да. Здесь, из этого бустера, наверное, нам стоит взять Ancient Tomb, потому что, в любом случае, это, даже если колода не турбо бесцветная, все равно, иметь землю, которая дает 2 маны, довольно полезно. И, скажем, у нас, в принципе, по цветам все не вот прям у нас, мы стараемся за цветами следить, поэтому мы можем себе позволить одну бесцветную землю, чтобы там Т1 ставить Сигнету, например. Или там, в более поздней игре заряжать более большую Ревеляцию. Здесь у нас можем взять Hypnotic Spectre, либо Птерамандру. Не факт, что эти карты окажутся у нас в мейне, но это хорошие сайдовые карты, и, наверное, Hypnotic Spectre поинтереснее, потому что, скажем, сайдовые карты нам нужны в первую очередь против комбо колод. Против Монореда, против Агрессивных колод тоже сайт пригодится продумать, но, скажем, у нас есть пара каких-то дискард-эффектов, которые можем засайдить против комбы, чтобы мешать комбе крутиться. Зато, пока мы возьмем форсу, здесь есть и форсу, это неплохой парень, ультимейт прайс, еще там сигнета, наполовину нам подходящая по цветам, но все-таки мы возьмем форсу, потому что, ну, форса, это серьезный бизнес, форса, это то, что позволяет нам затапаться на что-то и в то же время держать прикрышку. Окей, здесь у нас выбор между свардами и даркс лекшорами, в принципе, мы уже склонны к белому цвету, потому что у нас есть ревеляция, и имея джейса, возможно, нам стоит задуматься о ремувале, в смысле, стоит задуматься о инстантах и сорсере под флешбек. Но даркс лекшорс тоже, скажем, если мы хотим играть с тамбой и там тремя цветами, нам нужна дуалочка. Но все-таки я склонюсь здесь к тому, чтобы взять свард и посмотрим, насколько это решение оправдается. Окей, из этого бустер не то, что нам что-то много всего нужно, можем взять трактузка, как сайдовую карту против монореда, и если нам удастся как-то несколько там, допустим, 3-4 зеленых сорса подобрать, то он будет неплох. С другой стороны у нас есть у нас есть опиоменсер и ангелов инвеншн, может быть, мы заинтересованы в скалклампе, пожалуй, да, скорее скалкламп будет тут наш выбор. Окей, здесь мы можем взять тир как дизенчант, и может быть, мы сможем когда-нибудь покастить вир тоже. Можем взять шиноби, можем взять артизаны или шелдрид. Интересный выбор. Пожалуй, возьму здесь виртир, а вдруг нам что-то понадобится сломать. кстати, ягмат с опиоменсером это неплохое сочетание, мы можем даже пока положить его в мейн, также можем что-то украсть с овером, пора есть под ягмата, окей, лилиана тоже, пожалуйста, заходи к нам, некроталь, давай к нам. Ну окей, черный выглядит вполне открытым, нам дали несколько неплохих черных карт, синий, ну скажем, умеренно открыт, белый умеренно открыт, в принципе, в принципе, у нас все выглядит неплохо. Конечно, нам хочется поднять какие-нибудь максы в свой цвет или солринг, например, чтобы прям хорошенько так ускоряться по мане. И еще, конечно же, нам хочется немножко манафиксинга, чтобы вот наши все три цвета надежно надежно кастились. И последнее, пожалуй, что мы хотим, это кинтерспелы. Ну и, в принципе, какое-то количество еще спелов по джейсу. Ну, в общем, у нас немало хотелок, но будем надеяться, что-то нам допридет. И смотрите, что тут есть. Вот есть ашиок. Ашиок суперкрут, потому что в кубе у людей маленькие колоды по 40 карт, соответственно, все еще там дровываются, достают земли из своих дек, еще что-нибудь делают, и в таких условиях экзайлить по 3 карты стап дека, это вполне такая серьезная заявка на победу. Мистик конфлиенс тоже очень крутая карта, такой гибкий контерспел, опять же, хорошая вещь, чтобы, если оппонент ничего не сделал, можно просто подровать 3 карты в конце хода, можно что-нибудь побаунсить, в общем, да. Но все-таки здесь я склонен взять ашиока, у нас, ну, есть какое-то количество более дорогого экшена, так что не то, что мы прям сидим, умираем, чтобы мистик конфлиенс получить, безусловно, мы ее возьмем и будем играть, если бы, например, она была в этом бустере, но нет, так нет. Здесь можно взять репил, можно взять голоса, можно взять ревокера, можно взять триумф лилианы. Давайте, пожалуй, и спеллсикер тоже была бы интересная барышня для нас, если бы у нас было уже чуть побольше спелов за один, но в данном случае лучше мы возьмем спелл за один или за два, нежели спеллсикера. Кстати, ну, пожалуй, возьмем репил, хотя, возможно, триумф лилианы нам и более интересен, у нас есть, лилиана, у нас не вот прямо, чтобы тон ремувала, репил тоже неплохо, но если что-то побаунс, у нас есть скриптик, давайте, пожалуй, возьмем триумф. Окей, тут вот у нас пошли интересные выборы, майн твист и анцеструл вижн, я, пожалуй, склонюсь к майн твисту, анцеструл вижн, да, хорошая карта, гайст хорошая карта в сайт, лира хорошая, допустимая карта в сайт против монореда, но анцеструл все-таки, сами понимаете, как-то в дек он такой посредственный, даже на первый ход, ну, на первый ход понятно, он идеальный, но кроме как на первый, он уже чуть менее интересен, а майн твист, конечно, может быть плоховат в посте игре, но все равно майн твист это круто. Окей, в этом бустере нас, пожалуй, интересует тайм ворп, кстати, Кая, интересная барышня, она может экзалить всякие моксы, чужие сол ринги и так далее, замедляя чужое развитие, может экзалить монодорков, ну и все в таком духе. Но у нас тут есть уже несколько плейнзвокеров и есть джейс, поэтому, думаю, в такой колоде нас интересует тайм ворп в первую очередь. Окей, Дарк Конфидант, пожалуй, несколько для нас рискован, можем мы отъехать триггеров, монастыри ментор в принципе у нас нон-крича с пылы преобладают, поэтому монастыри ментор может наделать делов, либо еще есть власт зона, как такой полусайт, полумейн, смотря на сколько у нас кажется хорошая мана, такое тоже value в слоте земли, пожалуй, возьмем здесь лучше ментора. Окей, тут могли бы взять тезарета, но у нас особо нет каких-то артефактов под поиск, можно взять леовольда, вдруг у нас найдется под него мана, можно взять тасигура, можно взять, пожалуй, возьмем go to the road, чтобы у нас был дополнительный дополнительный ремовал. Здесь, кстати, mastermind acquisition, не знаю, по крайней мере, выглядит чуть более интересно, чем все остальное, что у нас тут есть, поэтому, о, вот creeping тарпит для нас отличный подгон, монофиксин, менленд, один из лучших менлендов, опять же, в плейнсвокерный формат. Murderous Rider хороший товарищ, убивает плейнсвокеров, против агрессивной колоды его можно просто покастить за 3 маны в таком режиме вампира Найтхолка. Здесь возьмем репил, возьмем лиру в сайт, Можем взять, не знаю, можем взять либо Регазовра, либо Мерия Энгел, и та, и другая карта вряд ли заходят нам в мейн, но может выйти из сайда в каких-то матчах, но мой Регазовр как сайдовая карта нам более интересен, О, дизенчант прекрасно, дизенчант очень полезно и тристания. Ну что ж, у нас в принципе неплохой мейн и неплохой сайт, единственное, что единственное, что в сайде у нас может быть не так-то много карт против монореда, давайте посмотрим, что у нас тут есть, 22 карты, 5 земель, я думаю, мы положим Mastermind Acquisition в мейн, такой универсальный тутер, и у нас будет доступ и к нашему сайду, и к мейну, флешбек это Джейсом, триггерит ментора, все дела. Ну и что у нас тут получается, а еще у нас есть Skull Clump, который мы можем играть в паре с ангелом изобретений, в паре с монастырским ментором, поэтому возможно мы хотим что-то подрезать в пользу этого Skull Clump, вопрос только хотим ли и что хотим. Окей, что у нас тут есть? У нас по синим картам. не вот прям тонны синих карт, но вроде надеемся будет достаточно для Force of Will. Можем брать этот триумф Лилиана и положить вместо него Skull Clump, он комбится с пиомансером, ментором, ангелом, микроталем. Да. Ну что ж, в целом, разумеется, не сильнейшая куб дека, которая может быть в жизни, потому что тут у нас нет особо карт Power9, нам передавали Time Twister, но мы его не взяли. Ну и неплохая, есть сильные карты, есть какие-то связки, есть и дискарты, контрай, ремувалы, плейнсвокеры, поэтому, ну, что еще хотеть? Монобаза приемлемая, есть Life Gain, в общем, ну, сбалансированная колода. Не знаю, сколько мы хотим, три плейнса, у нас есть белых источников раз, два, три, четыре, а белых карт раз, два, три, четыре, включая одну двойную, и две с дешевым, дешевой белизной, который скорее может быть, не знаю, можно отрезать одно болото точно, а черных источников у нас получается шесть, семь, восемь синих источников, пять, шесть, семь, и так, белого раз, два, три, четыре, не знаю, пять белых нам хватит, конечно, с ангелом это немножко подозрительно, но лучше мы добавим одно болото и один остров, тогда у нас будет у нас тогда становится черных девять и синих синих восемь, ну, что, в принципе, вполне достаточно, ну, нормально, вот, и белых пять, но, скажем, думаю, такая монобаза это вполне ок, поэтому попробуем, что касается сайда, у нас тут есть Parallax Wave, Lyra, VR Tear, Spectre, Egozavar, Mismiric Spectre, Triumph, Cold Warfrod, Disenchant, Pteromander, Massacre Worm, так что, да, в целом сайдовые опции у нас имеются, и как бы, и что за сайдить, и что найти с Acquisition, если что-то специфическое потребуется, выглядит вполне разумно. И у нас есть наш первый оппонент, интересная рука, у нас есть Ponder, то есть мы, допустим, можем тропать Creeper Tarpet, подролваться за ход, сыграть Ponder, попытаться найти еще землю, потом у нас есть Poros Signet, то есть у нас в принципе есть какие-то шансы на то, что у нас будет 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 сколько-то ман. Давайте оставим, хотя тут нет у меня стопроцентной уверенности в таком оставлении. С другой стороны, если это все срабатывает, то у нас дальше есть в принципе неплохие карты Некроталь, Ангел, и в крайнем случае мы можем сыграть Фарсу за Сфинксы, чтобы купить себе время, если что-то пойдет не так. Окей, мы подровали землю, и в таком случае наверное мы лучше просто поставим Сигнету вместо того, чтобы играть Пондер. Возможно на следующем ходу сыграем Некроталя, если подровываем еще землю. Окей, оппонента пока четыре цвета, все без синего. Что он хочет покастить. Ха, Армагеддон хочет сломать обе земли. Мы потеряем земли, и он потеряет земли. Ну, это забавный момент, но, пожалуй, ладно, пускай будет Армагеддон. Посмотрим, как бы, если сейчас оппонент попытается какой-нибудь крусибл поставить или что-то такое, ну, нам придется это дело пофорсить. Просто с форсой, скажем, важно, ну, важно думать над тем, проигрываю ли я, если этот спелс резолвится или нет. И, скажем, понятно, если мы проигрываем, то его надо форсить. Если мы можем с этим спеллом разобраться каким-то другим образом, то форсить не надо. И в данном случае с Армагеддоном у меня не было ощущения, что мы как-то проваливаемся, если он срезолвится. Потому что, ну, оппонент потерял две земли, мы потеряли две земли. Окей, да, у нас была рука с малым количеством земель, в итоге мы тут пропустили ландроп, но ничего страшного не происходит. Мы можем пофорсить что-то в дальнейшем. А так, если бы пофорсили Армагеддон, оппонент бы с кучей земель может быть что-то бы покастил. И... То есть, скажем, представьте, мы форсим Армагеддон, оппонент делает ландроп, у него пять ман, он кастит какую-нибудь большую штуку. Ну, окей, вот бог с корабей, это явно не то. Хотя у нас есть сворс в колоде. Есть сворс в колоде, но его пока нет в руке, и как бы, когда мы его подровываем, поэтому, наверное, нам стоит его пофорсить. Вопрос в том, какой карты мы хотим потерять. И в данном случае я предпочел потерять таймворп, потому что он не то, чтобы много делает, сфинкс еще может потом что-то сделать в дальнейшем. Окей, похоже, оппонент тоже такой многоцветный контроль. Интересно, что он положил в мейн Армагеддон. Может быть, нам и стоило пропустить этого скоробея, у меня нет назначенного ответа на этот счет. Окей, это Эмри, и Эмри что делает? Манатайз. Окей. Ну, Эмри, думаю, это работа для Некроталя. Окей, как бы мы не хотели поставить эту Азориус Сигнет, нам нужно все-таки убить Эмри сперва, правильно? То есть, если мы тратим ману так-так, у нас потом недостаточно, чтобы покастить Некроталя, поэтому просто его покастим. Окей, остров от оппонента, и Баллиста на 3. И Некроталь в помоечку. Ну, Баллиста это, конечно, неплохо. В частности, отвечает на нашего ангела вполне уверенно. у нас тоже есть какие-то хорошие карты. Давайте подровываем криптик, потому что мы его пока не кастим, нам не жалко потерять его от дискарда. На следующем ходу мы можем бахнуть ревеляцию в конце хода оппонента. Фрост Титан Окей, Фрост Титан несколько вносит вносит коррективы в то, что мы хотели тут делать. Окей, оппонента был Сворд. Ну что ж, теперь нам придется что сделать? Нам придется сыграть Мердера Срайдера в Фрост Титана. Дальше нам надо будет как-то не умереть от этой баллисты, потому что получается нас атакуют на 10 сейчас и мы теряем 2 хита ради Мердера А, нет, окей, оппонент шатковать нас на 9, содержать открытую ману. Значит, у него что-то есть, что делать с этой маной. окей, теперь он кладет жетон. Окей, оббиваем титану, у нас 10. сеть и умираем от баллисты. Возможно, нам стоило убить баллисту? Ладно, посмотрим, догадается ли оппонент убить нас баллисты. Ну, да, ну, ладно. Ну, конечно, да, фрост титан не входил в наши планы. Скажем, если мы убили в эту баллисту, то тоже не факт, что мы бы разобрались с этим титаном. Хотим ли мы что-то поменять? Да не, не думаю. Мы видели, что оппоненты есть существа, поэтому нам важно оставить в колоде ремовл. В то же самое время мы видели, что оппоненты не вот прям колода исключительно на существах, поэтому подсаживать дополнительный ремовл мотивации как-то нет. возможно есть смысл добавить какой-нибудь дизенчант. но это не точно. Ой. ну здесь допустим если представить, что мы убиваем баллисту, оппонент стреляет нас три раза у нас или стреляет два раза и один раз потеряем два. У нас было 12, стало бы 8, титан стукнул бы нас до двух. Ну в общем правильнее да, здесь пожалуй было бы убить баллисту, чтобы побольше пожить, но не факт, что мы справились бы с этим титаном в любом случае. У нас была плохая ситуация так и так. Ну окей, в принципе наша рука держалась неплохо для такого ванлендера, который пережил Армагеддон, но возможно была мотивация ее с мулиганить. Ну ладно, окей, тут у нас разумный старт есть сигнет на второй. Не вижу смысла что-то мулиганить, у оппонента пришла его тамба, который мы видели, так что он сигнет ставит на первый. у нас отчасти с оппонентом похожие колоды, в том смысле, что у нас обоих есть тамба, у нас есть ряд сигнетов, у нас есть какие-то рандомные пятые и шестые дропы мифики финишеры, но большое преимущество оппонента конечно в том, что у него есть мокс. так что он может например ставить что-то на первый ход. Так, ладно, мы можем на четвертый ход таким образом поставить сфинкса. Еще это лорианка. Да, оппонента видно более такая скажем артефактная тематика. У него есть темрия, у него толариантка, у него чуть больше артефактов. Окей, змея на пять. Змея на пять это неплохо, но как насчет концентрэйтед сфинкса? Концекрейтед сфинкса. Да, мы могли здесь поставить совера, там украсть змею и так далее, но мы супер хотим подровать две карты за сфинкса и окей, на обкипе нет ремувала, так что мы дроваем две карты с большой радостью. Еще сигнета. Лорианка теперь дает много маны. у змеи есть рич, что наш сфинкс не может нее атаковать. Другой стороны у сфинкса шестой тап нас, так что змея тоже не может атаковать с него, правда, у оппонента есть баллиста. Я думаю, он мог бы на шару сходить нас в атаку, но не стал. Окей, что у нас происходит с маной? У нас есть 4 маны и мы дропаем землю. 3 маны и то есть у нас есть 7 ман, то есть мы не можем одновременно что-то сыграть и держать криптик, но в данном случае я думаю нам это и не нужно, мы просто положим землю и возможно стоило положить антапанту землю, чтобы если что там доплачивать за монолик, но на самом деле у есть контроль над ситуацией оппонент нас не атакует мы дровываем дополнительные карты за сфинкса поэтому лучше мы придержим криптик на случае чего окей что-то дорогое и большое ломок ломок хочет поэкзалить нам землю и изгнать сфинкса ну что мы можем сделать сможем поконтрить у ломога и вернуть сфинкса в руку неудачно затапали стоило использовать сигнету ну ладно так ну хорошо давайте мы переставим сфинкса обратно не похоже что оппонента была фарса или дейс ну и посвардим эту змею чтобы оппонента было меньше маны и опять же свардим ее пока у него нет на готове каких-то еще кинтерспейлов хотя может оппонент ими не играет окей ломок это серьезный бизнес в данном случае мы смогли сквозь него прогриндится потеряли не так-то много окей сандрин титан ломает нам три земли неплохой такой этот что называется землеломная тема присутствует но главное что у нас есть ответы на его карты ну и в общем-то у нас есть пара сигнетов и ancient tomb которые мы пока еще не стали использовать поэтому не то чтобы нам было супер жаль потерять какое-то количество земель таймворп в принципе ну мы и так должны выиграть игру если мы просто пойдем но с таймворпом тем более оппонент сдается ну что оппонент такая все-таки холода биг мана направленности скорее нежели что-то другое поэтому я думаю если подумать нам нужен мизмерик финг нам нужен гипнотик спектр нам нужен дизенчант можно подумать над ригозавром окей что нам в каком случае мы пожертвуем скалклампом ангелом ягмотом на ну мы так мы и поступим окей ну окей вполне хорошая рука есть ответ там на эмри на что-нибудь такое у оппонента есть библиотека библиотека это тоже серьезный бизнес но у нас есть мизмерик финт сграем этот пондер лилиана некроталь таймворп не похоже чтобы что-то из этого было нам нужно поэтому пошафлим все отошок это очень хорошо теперь соответственно окей оппонента есть да есть его библиотека да он получает адвантаж у нас есть мизмерик финт не знаю могли поставить джейса на второй ход но хотелось прочекать руку оппонента и как-то возможно как-то улучшить эту ситуацию с библиотекой для него ну и к тому же я прям вот очень хочу поставить это ваше око даже больше чем джейса соответственно джейса я готов отдать под фарсу если потребуется понятно было еще три земли на тап дэки неплохо неплохо эксперт оставил руку из александрии пачки земель одного сигнета у него в руке четыре земли и четыре карты о которых мы не знаем мемри нас не беспокоит напротив мы согласны на его триггер во-первых у оппонента уже много земель ушло поэтому есть шанс что он смилит что-то ему нужное во-вторых у нас есть у майн твист ну ладно давайте мы сперва поэкзали мемри все-таки а майн твист зарядим на следующем ходу оппивал у нас есть фрост титан что ж думаю мы по идее мы должны выигрывать эту игру потому что ах я прям просто сдался но по сути что бы тут произошло допустим оппонент что-то подробовал что-то сделал а ну в лучшем случае у него там нифига нет в худшем случае океан подробовал какой-то один хороший спел мы его пофорсим потом мы бахнем в него большой майн твист библиотека перестанет работать у оппонента будем надеяться особо ничего не будет у нас есть ашивок который выигрывает как хочет хочет экзалить чужую деку дальше хочет ставит там фрост титана с которым оппоненту надо что-то делать ну и так далее что ж вот первый матч остался за нами поехали дальше дальше Окей, у нас есть оппоненты, у нас есть вполне разумная рука. Сигнеты, чтобы покастить Сворд. Пондер, чтобы что-то найти. Три острова для ландропов. И Ашиок, Сфинкс, Совер. Всё это нам подходит. Не будем стартовать с... Не будем стартовать с Ватри Грейва, вдруг там Монорет. Окей, там колода с эльфами. Ну что ж, в принципе, всё выглядит неплохо. Но, к сожалению, чужой эльф один ход поживёт. Точнее, человек Ватцинский Пилигрим. И что-то покастит, когда мы с Рич. Может быть там... Хотя я даже не знаю, есть ли нам смысл его выносить или нет нам смысла его выносить. Пожалуй, вынесем, чтобы оппонент не поставил что-то супер страшное. Следующее существо мы можем украсть Совером. Окей, сгнали Германайз и Нейчерл Ордер. В идеале мы подровываем землю и сможем поставить Сигнету плюс Совера и на следующий ход поставить Сфинкса. О! А за 5 ман ничего и нет. В таком случае мы просто поставим Сигнету и ваш ход Сударь. У нас есть Некроталь против Существа. Совер против Существа. Против Плейнз Вокера мы можем вот... Ферексен Револкера откопать. Окей, Ашок получает 3 урона. На этом всё. А что ж, наши опции. Поставить Совера, украсть землю, поставить Ферексен Револкера на низу. А, Некроталь мы и не можем поставить, но так что да. Совер забирает землю. Окей, оппонент её оттапает. Пускай мана сгорит. Шивок ставит Ферексен Револкера. Ферексен Револкер говорит... Ниса хушейкс эволд. Классическое избиение собственными картами. Правда, эффект Нисы всё равно действует, так что оппоненты дофига маны. Хм... Хм... Ну, кстати, да, забавно. Ну, правда, не то, чтобы мы могли как-то сыграть, чтобы убить Нису. Просто... В принципе, я думаю, то есть... Если бы у нас был двойной чёрный, мы могли бы думать над тем, чтобы выбирать между Декроталем и Совером. Двойного чёра у нас всё равно не было, поэтому и выбора не было. А, ну да. Теперь мы проигрываем. Окей, прикольно. Статистическая обилка Нисы помогла нашему оппоненту. Ну... Так, против такой колоды, я думаю, мы хотим добавить Револк. И снова, не знаю, мы точно уберём Ангела, хотя... Тогда Ангела мы точно уберём. И, возможно, Mastermind Acquisition, та, что немножко медленная и... Возможно, не быть до это время. Хотя... У меня нет стопроцентной уверенности. Возможно, стоило оставить Acquisition. Возможно, стоило досадить ещё Дискард. Ну что ж. Проиграли, но надо... Надо собраться с мыслями. И такая рука, ну, в целом... В целом неплохая. Хотя бы уже тем, что... На первый ход оппонент поставит Эльфа. Мы его порепилим и... Двинемся дальше. Оппонент не поставит на первый ход Эльфа. Как же так? Ух, тогда мы подробуем Сигнету и поставим её. Это... Приятно. То есть, по сути, мы оставили эту руку, потому что у нас есть способ замедлить чужой моноразгон в виде баунса в существо. Плюс у нас есть форса, чтобы потом ещё что-то замедлить. Есть форса, есть мана, есть репил. Ну, в общем... Как-то так и оставили. Какие оппоненты есть, всё тот же DevotedDroid. У нас есть игмот. Игмот со Сколл Клампом, кстати. Неплохое комбо. Здесь, возможно, нам придётся что-то пофорсить за Сфинкса. Если оппонент будет кастить что-то очень тяжёлое. Ну, а потом, может быть, мы как-то развернёмся с Хигмотом и... Дела пойдут получше. Окей, Кадамас, Рич... Ну, окей, ладно. Хотя, конечно, в какой-то момент может стать опасно, если оппонент какого-нибудь у Ламога будет предлагать. Да, тут нас, пожалуй, можем пихнуть Сфинкса. Наверное, стоило Ландроп сделать по стокам. Подробуем всё. Ну, можем подробовать три карты и снести Пилигрима. Тоже, думаю, размен не из худших. Не знаю, стоило ли нам оборудовать Хигмота с Сколл Клампом или нет. Ну, ладно, минус две маны оппоненту. У него есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ман в этом ходу. Против нашей одной форсы. Три стани. И сколько нас парит три стани? Наверное, в достаточной степени. Жалом, пофорсим её за таймворп. Возможно, тут выбор между Сфинксом и... Между Сфинксом и таймворпом он такой непростой. О, оппиамансер. Хо. Итак, что мы хотим? Погодим Сфинкс или мы хотим оппиамансера? Наверное, мы хотим всё-таки оппиамансера. Наверное, мы его оборудуем. Вот в случае, если придётся его пожертвовать. На опкипе мы создадим змею. Стрелим Финдхорнельфа. Ммм, триумф. Окей. Девалти дроид пускай пока поживёт. А, не надо было давать, антабнуть надо было. Подстрелить того друида. Ну ладно, окей. Авенджер даже это не так супер страшно, как что-то другое, что могло бы быть. Поэтому... Ну окей, есть растения, есть... Есть титан. Нам пригодился бы здесь Масокер Вурм. Но мы убрали свой Мастермайн Инквизишн. Возможно, зря это сделали. Окей. Наша задача прогриндиться через пять растений. Так, стоп. А мы, может быть, можем... Ну нет, через Пролиферейт мы тут особо не накрутим, поэтому... Ммм, Некрот... Крипти, кстати, это интересно. Ну, возможно, на этом ходу нам надо поставить Некроталя и снести вопрос только кого. Титана или... Авенджер, ну давайте Авенджера снесем. Оппонент может поставить еще что-то гигантское. Вопрос только в том, что именно. Ну, окей. Гармонайз, подробот три карты. Это было неплохо. Рексиан, револкер, который может заткнуть... Нам Ягмота. Хм. Как нам с этим быть? Мы хотели подробовать пару карт? Или же нет? Ладно, окей. Как-нибудь разберемся с этим револкером. Что еще, оппонент? Это еще что-то есть. Зенит зеленый большой, да? Зенит на восемь. Кальтерхуф есть еще тоже. Ну ладно, так мы проиграли. Окей, ну что ж, проиграли Рампио. Оппонент-то была... Хорошая колода. И мы, в принципе, дали ему тут бой. Были интересные партии. Но в итоге Рампа превозмогла. Ну что ж, посмотрим, что нас ждет в третьем раунде. Что нас ждет в третьем раунде. Трофей уже проходит мимо нас. Но нужно постараться выиграть этот раунд. Поскольку, раз уж я ушел из Мадоты, у меня не так-то много ресурсов для того, чтобы в нем играть. То есть у меня есть некоторое количество плейпоинтов, а именно 140. И вот если я выиграю этот матч, у меня снова, кстати, 240. То есть на пару кубов. Ну и дальше там по нарастающей. Выиграл. Играю дальше. Проиграл. Не играю дальше. Окей. Из этой руки, я не знаю, даже фарсу можем убрать на самом деле. То есть как бы есть первый инстинкт убрать землю, потому что их уже, типа, три земли. Кастим это, кастим то. Но на самом деле у нас все равно нет синей карты после мулигана. Да и не факт, что это тот матч, где нам нужна фарса. Поэтому, да, пожалуй, просто уберем фарсу и делал конец. Соответственно, наш план какой? LandDrop, 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 Papiomancer, LandDrop, MindTwist. Собственно, план написан в нашей руке. Смотрим, с кем мы играем. Если это Monored, то план может быть даже и неплохим. Может быть, это и не Monored. Ну, ладно. В Papiomancer, правда, может прилететь какой-нибудь шок сейчас, но... Змейку мы уже успеем получить, а значит... Ну... Какой-то профит у нас есть. От какого-то существа мы защищены. Интересно, Галгари, Сигни, это три горы. Интересный старт. И Карн. Возьми еще гору оппонента. Можем заставить оппонента сбросить три карты. Либо можем погасить Acquisition за чем-нибудь. Например, Замерзья с райдером, чтобы бить Карна на следующем ходу. То есть, допустим, в следующем ходу дропаем Шамблин Вэнд. Играем райдера в Карна. А потом... На следующем ходу играем Майнд Твист. Либо можем сыграть Майнд Твист сейчас. И пытаться разобраться с Карном нашими существами. Интересный, интересный выбор на самом деле. И скажем, если мы скажем Майнд Твист через два хода, будет ли он еще хорош? Оппонент, допустим, подробует карту за ход. Возможно, подробует дополнительную карту за Карна. Возможно, не все это успеет как-то разыграть. В то же время у него может быть ответ наших существ. И тогда Карн выиграет игру. Поэтому, да, пожалуй, здесь правильнее мы найдем Мердера с райдера, чтобы убить Карна. А Майнд Твист скажем попозже. В конце концов, ну, вряд ли Майнд Твист будет совсем уж мертвой картой. Понятно, еще куча карт в руке. Но окей, мы сбросим ему не три, а две или одну. Все равно что-то Майнд Твист еще успеет сделать. Ну окей. Оппонент, возможно, думает над тем, стоит ли ему сделать мужика, или ему стоит плюсануть Карна. Окей, он решает взять в руку болото. Это интересно. А что-то ему нужен был Дабл Блэк. У него есть там типа Дамнейшн. А, Гонти. Окей, Гонти может что-то стибрить у нас. Неприятно. У нас есть немало сильных карт. Будет жаль, что чужой Гонти сможет их украсть. Теперь, разумеется, с Мердерас Райдерасом. С Мердерас Райдером у нас вопрос... Кого нам убивать? Убивать нам Карна или убивать нам Гонти? Я думаю, убивать Гонти через Чур рискованно. Оппонент может с легкостью сидеть на каком-нибудь болте. Хотя... Поэтому, да, пожалуй, мы просто... Убьем Карна. На следующий ход предложим оппоненту Майнд Твист. В основном у него есть одна карта, которую он украл у нас. Шесть карт в руке. Мы посмотрим, как много карт разыграет в этом ходу. Подровываем ли мы землю. Вполне будет неплохо, если этот Майнд Твист... Зайдет тут как следует. Допустим, либо мы не дровываем землю и у оппонента 4 карты в руке. Либо у оппонента 5 карт в руке. И мы тогда дровываем землю. Вот это два оптимальных варианта, чтобы поставить оппонента просто без руки. Гонти идет в атаку. Мы не блокируем. Окей, оппонент украл у нас в монастырь Ментор. Это неприятно. Ну, зато мы можем сыграть Майнд Твист на полную. И оставить оппонента без руки. Соответственно, он может сейчас покастить какой-нибудь спелл, ну, просто чтобы получить монаха. Но будем надеяться, что Ангелы, Сфинкс и Мердерас Райдер и что-то, что останется от этого стола и Шэмблин Вэнд смогут так играть Ментора, Гонти и тапдеки оппонента. Крайне мере, если у него есть ремовал, будем надеяться, что сейчас он его лишится. Мы поставим Сфинкса, начнем дроваться, поставим Ангела. Все будет спокойно. Оппонент, видимо, думает, кого ему убивать. У него есть свой свифтент. Окей, он убивает опиомансера. И сбрасывает пачку всяких неплохих карт. Калаганка, в частности, и гоблины. Но мы пока пропустим эту атаку. Наши хиты нам это позволяют. А змея держит Ментора. Окей, значит оппонент подровал заход. Заход Мердерас Райдера. Подровли Сигнету и ставим Сфинкса. Две карты мы с него точно подровываем. Но будем надеяться, что побольше. Окей, Некроталь и Лилиана. Сильные карты. Уже Некроталем вынести Ментор и потом его откопать. Ну, если у оппонента сейчас нет атак, то если он не отремовывал на Сфинкса, то ему тут совсем нечего делать. Но даже если он подровал какой-нибудь там Хирос Даунфолл. Ну, хотя Хирос Даунфолл неплохо. Он дает Монаха. Но дальше, например, мы ставим Некроталя. Убиваем Ментора. Некроталь держит с First Strike токенов. Окей. Какой-то ману оппонент тапает. Окей. Fairy Counseling в режиме урон по существу и уроны по нам. Окей. Есть оппонент такой. Супер агроплан у него. Ну, давайте заблочим Ментора. Ну, и, видимо, план оппонента стоит в том, чтобы подровать... Воспадровать болт и убить нас. Давайте думать, как нам тут не отъехать. У нас есть... У нас есть 7 ман. Можем поставить Некроталя, убить Монаха. Поставить Мерзера, Срайдера, как Блокера. Ну, окей. Нам нужно пережить 1 тапдек болта. Либо подровать фарса плюс синяя карта. Ну, окей. Тапдек болта, похоже, мы пережили. Теперь давайте поставим Ангела. Положим на него жетоны. Пойдем в атаку. Погейнем 3. И тем самым выйдем из болтовой зоны. Поставим сигнету. Поставим джейса. Все еще не откажемся от того, чтобы подровать фарсу. Джейс 1.3. Как вам такое? Окей. Ну, и с этого момента, что называется, хэштег проиграть невозможно. Мы отличим еще как минимум 4. В принципе, можем еще и Шамблин Вентом залететь, отличить 7. Чтобы уж точно ни от какого внезапного бурна в лицо не отъехать. И может быть, мы даже можем здесь убить оппонента на самом деле. Убрать этого Мертвера с райдера. И у нас тут летальный столб, по идее. И похоже, у оппонента предыдущая карта была бесполезная. Так что, если он не подробовал что-то полезное сейчас, то шансы его плохи. Ну, и вот. Ну, и вот. Сладстейдмайер и какая-то последняя карта. Оппонент не сдаётся, значит ещё что-то может сделать. Будет прикольно, если он выиграет. Если у него, допустим, есть Рагдос Ретёрн. Окей, синяя мана ему была нужна. Спеллсикер. Спеллсикер может поискать какой-нибудь спелл за 2 или меньше. Может найти Рагдос Ретёрн и сказать его на 3. Чтобы мы сбросили 3 карты и посмотреть там, что у нас есть. Окей, реанимейт. Реанимейт тоже опция. Может реанимировать Гонти, опять же, что-то взять у нас. И опять же, получить больше информации о том, что есть у нас в деке. Тем самым оппонент видел значительную часть нашей деки. Он 2 раза смотрел на нашу деку с Гонти по 4 карты. Плюс он видел всё то, что мы разыграли. Что у него есть немалая информация о составе нашей колоды. При этом мы не знаем, что он знает, потому что эти карты... У нас нет возможности посмотреть на них. Хотя мы можем, когда партия закончится, подробовать дополнительные карты и посмотреть, какие у нас были 7 нижних карт. В принципе, я думаю, в этом есть смысл. Мы тогда поймём, что знает оппонент. Какую-то карточку он выбрал, передаёт нам ход. Атакует... У нас есть Некроталь с Фёрст Страйком, так что это атака. И вот прям суперполезная. А, окей. Что ж, Свард в Ангела и... Фёрст Страйк Некроталя проваливается. А то мы знаем, что оппонент у нас взял. Окей. Поставим Лилиану. Откопаем ментора. Сыграем Пондар. Пошаплим это дело. Ну, в общем, ладно. Оппонент, видимо, решает сдаться после этого. Посмотрим, что у нас там было последние 7 карт в колоде. Дро-дро-дро-дро-дро-дро-дро-дро-дро-дро-дро-дро. Итак, последние 7 карт, которые видел оппонент. Ревеляция Ашиок. Скалкламб, Борос Сигнит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Криптику он не видел, но, в принципе, может о нём догадываться. Окей, то есть оппонент знает про Ашиока, в частности, из важного. У него много чёрного. Не знаю, насколько хорош Некроталь. Что, возможно, вместо Некроталя мы хотим или Гипнотик Спектра, или Мизмерик Финда, что-то такое. Мизмерик Финд больно отлетает от всего. Ну и Спектр тоже от многого отлетает. Но уж если не отлетит, то профита будет побольше. Окей, вполне неплохая рука есть. Есть Сворд, если там будет какое-то пастае существо. Есть Мана. Есть Ангел. Есть Ревеляция и Ландропы. Мы не отказались от ответа на какого-нибудь Плэйнз Вокера. Пока что у нас есть с этим не всё гладко. Ну да ладно. Кистаем Сигнету. Можем на следующий ход запустить Ангела. Но, понятно, есть репил в нашу Сигнету. Ну, не супер страшно. Пока каких-то супер конструктивных решений у оппонента нет. Это, конечно, для нас хороший знак. У нас между тем есть вторая синяя. Так что теперь мы можем либо ставить Сфинкса, если оппонент затапается, либо передавать ход и... Хотя нет, ставить Сфинкс, наверное, пока рановато. Может быть, мы хотим вообще ничего не делать. Может быть, мы хотим сыграть Ревеляцию на 3. Неплохо было бы, наверное, подровать Эншн Тумб, чтобы сыграть сразу Ревеляцию на 4. Это был бы номер. Окей, оппонент предлагает нам подискардиться и... сломать нашу Сигнету. Ну... Если так, то мы сбросим Сворд и... Сигнета сломается. О, Эншн Тумб. Хм. Интересный момент. Можем попробовать спихнуть Сфинкса на ход раньше. Будет... Неприятно, если в него, конечно, перелетит ремовал. С другой стороны, за 2 маны, может быть, оппонента не будет ремувала. А так ему придется тапаться на своем апкипе. Хм. Интересно, оппонента был голдовый фрод, но он все равно предпочел тапаться на апкипе. Не вполне понял этот маневр, но... Хозяин-барин. Вот в чем было дело. У него был реанимейт. Ну, хотя это все равно не меняется в сути. Хм. Смешно. Если бы, конечно, эти были обязательные триггеры, могли бы декнуть оппонента через ревелейшн, поскольку это необязательные триггеры. Хм. Да мы можем здесь и пострадать. Хм. Ну, тапаемся посредственно, но... Уж как тапаемся, так тапаемся. Теперь, конечно, у нас проблема с этим сфинксом, потому что мы сбросили этот сворт у Плаушерс, потому что хотели делать лендропы для большой ревеляции, для того, чтобы того же самого сфинкса кастить. А в итоге теперь нам с ним особо нечего делать. У нас есть Окей. У компонента есть мокс. И гоблины. Хм. Ну ладно. Наверное, схватит нас с этого дела. Вот уже вряд ли отскочим после того, как еще оппонент подровывает две карты с этого сфинкса и у него солидный счетчик есть. Ну да. Ладно, попробуем еще разок. В этот раз впредь будем осторожнее. Не то, чтобы у нас были какие-то супербольшие варианты действий тут. Ну, возможно, с ворта полушерц мы поспешили сбрасывать. Это, пожалуй, это, пожалуй, так. И, возможно, поспешили ставить этого сфинкса. Возможно, стоило подождать подождать с его установкой и пока ничего не делать. Либо сыграть ангела, либо вообще ничего не играть. Ну, ладно. Надо собраться и затащить последнюю партию. И решающий момент. И блин. Есть пондер, конечно, но одна земля. Две стороны есть. Нет, ладно. Как-то верим в силу пондера. Находим с пондера три земли и easy win. Две земли. В смысле, одна земля. Наверное, одна земля это не то, что нам нужно. Репил, в принципе, неплохо, но есть. В принципе, дроваем этот плейнс, мы его ставим, мы ставим сигнету, но потом мы точно пропускаем ленд-дроп. ленд-дроп. Ладно, попробуем так. Будем надеяться, сейчас подровываем землю, а если даже и нет, ну, все равно мы можем поставить ментора. просто в идеале нам дровать ленд-дроп и у таймволк у оппонента есть. У оппонента есть две пауэр-карты Мокс и таймволк. Это уже серьезный бизнес. И репил в наш порос сигнет. Ну да, это несколько нас откатило, тем более, что мы пропустили ленд-дроп, так что вообще откатило, так откатило. Подровля шок, а шок, это, конечно, хорошая карта в контрольных разборках. не знаю, можем сбросить мастер-майн с эквизишен, мы его нескоро ставим, не хочется сбрасывать существ, имея в виду, что у оппонента реанимейт, не хочется сбрасывать таймворп, он может нам пригодиться в паре с ашиоком. Кра выглядит для нас сейчас несколько не лучшим образом, если оппонент сейчас пихнет гоблин до актвейлеров, то... Окей, он решил их сыграть в таймволк, нежели в коллаганку, ну, что, в принципе, тоже вполне неплохо для него. И гоньте. Ну да, оппонент хорошо нас обгоняет по столу теперь, да и по картам тоже, и по мани, в общем, по всем возможным параметрам нас оппонент обгоняет, и поэтому мы даже не можем на ПРТ ставить ашиоком, потому что он просто отъедет. Можем поставить ментора и надеяться, что он не умрет, а потом надеяться что-то как-то с ним сделать. Но это довольно маловероятная ситуация, поэтому к сожалению, похоже, что здесь мы проигрываем. Ну, не будем говорить заранее, но похоже, что дело идет к тому. Окей, солим как бы не самое плохое, что могло бы с нами произойти. Так, ну и что, мы можем сделать нам конечно надо было здесь землю подровать под таймворп. Так, придется просто ставить этого ашока. хм. Интересно, оппонент решает площадь с оливым. То ли у него есть какой-то двухдамаговый эффект, то ли он хочет подроваться. А, фотоаппуш. ну, тоже разумно. Мы удаляем оппонента три земли стоп-дека. Гениально. Ну, посмотрим, ашок дает нам какие-то дополнительные тут хитпоинты. как бы насчет атаки менторам тут есть свои неоднозначные моменты, стоило атаковать им или нет. Я рассуждал так, что ну во-первых, не то, чтобы мы как-то супер много профита из него делаем с теми сплавями, которые у нас есть, во-вторых, блокировать мы им точно не будем, а значит мы хотим играть его с целью все-таки ну, значит мы хотим атаковать. А, ну окей, тут оппонент нас убивает фейри конфлиенсом. Ну ладно. Ну что ж, к сожалению, мы проигрываем проигрываем в этом матче и, соответственно, проигрываем в этом драфте у нас скромные 50 плейпоинтов, но на еще один драфт нас очков есть, так что попробуем в следующий раз.